А сколько человек вы уже в день стали обслуживать? У нас последние это более двух с половиной тысяч в сутки. Более двух с половиной тысяч человек в сутки. И это только взрослые. К слову, изначально медучреждение было рассчитано на полторы тысячи пациентов в день. Основное это то, что мы выходим на сменный режим не только по специалистам, но, к примеру, по УЗИ. В основном, вот он, основной сотрудник в смену. То есть мы еще дополнительно берем либо совместителей, либо двух рассаживаем в одном кабинете. Увеличение пропускной способности населения, привлечение узких специалистов, наличие технического оснащения и современного оборудования. Эти и ряд других вопросов обсудили депутаты Барнаульской городской думы на выездном совещании, а также пообщались с пациентами поликлиники. Поликлиника, я скажу, что очень хорошая. Очень хорошая, да? Ну, проблемы-то только остались старые. Вот если человек пожилой, у него нет компьютера, нет госуслуг, но ему очень сложно попасть на прием к какому-то либо доктору. А вот же есть регистратура? Есть регистратура, да. Регистратура есть, однако очень сложно дозвониться и получить заветный талон, говорит женщина. Могу сказать, что процентов 30 не устраивает. Ну, это уже хорошо. 70 устраивает. Да, 70 устраивает. Много, очень-очень много хороших докторов, которые понимают твои проблемы, особенно пожилых людей. Да, это очень важно. Кстати, количество специалистов в поликлинике увеличилось в два раза. Офтальмологи, урологи, кардиологи, лор. Отдельная гордость в поликлинике – отделение женской консультации. В структуре есть свой офтальмолог, три аппарата ультразвуковой диагностики, свой стоматолог, который смотрит только беременных. Не нужно никуда перемещаться. Есть, конечно, и ряд проблем. Например, участковая служба. Кадры выгорают и уходят в более узкие специальности. Однако студенты-целевики пополняют их ряды. Есть и другие особенности работы современного здравоохранения. Современное здравоохранение, оно ориентировано, вернее, оно сейчас переориентируется с лечебного на профилактическое. Да, можно вылечить, но не всегда, к сожалению. Бывают случаи достаточно запущенные. И в этом случае лучше предупредить заболевание, спрогнозировать возможность его наступления, скорректировать и какие-то жизненные привычки, и, может быть, какие-то дополнительные лекарственные средства для того, чтобы это заболевание не развелось. Люди к этому не привыкли, подчеркивает Ирина Молчанова. Например, население с трудом посещает диспансеризацию. Поэтому создаются целые подразделения, которые связываются с пациентами и приглашают их на обследование. Да и в целом медицинская служба с каждым годом двигается вперед, улучшая качество жизни населения. Уважаемые медицинские работники, депутаты Барнаульской городской думы искренне поздравляют вас с вашим профессиональным праздником. Ваш вклад в здоровье наших горожан сложно переоценить. Именно вы приходите на помощь нам в самое сложное время или просто заботитесь о нашем здоровье. В первую очередь, мне вам хочется пожелать здоровья и, конечно, простого человеческого счастья, терпения, чтобы все у вас получалось. Ирина Корчагина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ирина Корчагина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.